МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня узнаете в подробностях. Мэрия Анапы обвинила федеральный телеканал во лжи после сюжета о рабстве в детском лагере. Администрация курорта выступила с официальным заявлением. Адвокат заявил о невиновности уволенных в Анапе силовиков. Пропавший на курорте Валерий Макаров найден мертвым мужчину искали добровольцы с 19 августа. Прожиточный минимум на Кубани превысил 11 тысяч рублей. Оркестр Анапской детской музыкальной школы выступил на фестивале «Спасская башня детям». В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительными и неприемлемыми действия полицейских, которые подозреваются в изнасиловании. При этом отметил, что преступления совершают граждане против граждан. Но речь не идет о безнаказанности сотрудников правоохранительных органов. Напомним, полицейские заподозрены в том, что в ночь на 26 августа склоняли к интиму на пляже в Витязево 17-летнюю девушку. Сотрудники уволены. Начальник городской полиции отстранен от работы. В свою очередь адвокат бывших полицейских Юрий Гопеев заявил, что подозреваемые отрицают свою вину. По его словам, полицейские действительно патрулировали территорию спортклуба Валийград в поселке Витязево. И в беседке пляжной зоны обнаружили молодую пару. Девушка была пьяна и, услышав замечание, испугалась и попыталась убежать, выронив при этом телефон, рассказал Гопеев. Девушка рассказала, что является профессиональной спортсменкой и скрывает отношения со своим партнером по команде. Полицейские помогли даме найти потерянный телефон, пообщались с ней немного, затем вернули девушку ее парню, передали с рук на руки и отпустили, рассказал адвокат подозреваемых. Депутат Госдумы призвала мэра Анапы перестать воевать с детьми. Член Центрального штаба Общероссийского национального фонда Наталья Костенко требует вернуть юным яхтсменам города тренировочную базу для занятий спортом. В свою очередь, глава курорта Юрий Поляков пояснил, почему администрация города обратилась в суд и потребовала снести яхт-клуб, и что будет с парусным спортом в Анапе дальше. Подробности далее в сюжете. Депутат Государственной Думы призвала мэра Анапы перестать воевать с детьми. Наталья Костенко требует вернуть юным яхтсменам города тренировочную базу для занятий спортом. Напомним, 25 юных спортсменов занимались тренерами Краевого центра Олимпийской подготовки водных видов спорта на базе частного яхт-клуба, расположенного на одном из пляжей Анапы. Однако администрация курорта через суд добилась возвращения прибрежной полосы в муниципальную собственность. Сославшись на осуществление яхт-клубом непрофильной коммерческой деятельности, глава Анапы Юрий Поляков пояснил, почему администрация города обратилась в суд и потребовала снести яхт-клуб. Администрация была вынуждена выйти с исковым заявлением в суд в связи с тем, что арендатор использовал участок, предназначенный под яхт-клуб не по целевому назначению. Самого клуба даже не было видно за ралетными рядами. Их было свыше 40, а также за конструкциями. По реализации кваса, кукурузы, сладкой ваты и мороженого. Туристам предлагали сделать татуировки и пилинг рыбками, пострелять в тире. На территории работали детские батутные городки и другие аттракционы. Все платные услуги осуществлялись без каких-либо разрешений. Зато под вывеской яхт-клуба, отметил Юрий Поляков. Но это не значит, что спортсмены остались без внимания. Детский парусный спорт в Анапе обязательно будет сохранен. Мы подберем оптимальную площадку, которая уже не превратится в продуктово-вещевой рынок. Сейчас мы предложили Центру Олимпийской подготовки водных видов спорта три варианта участков прибрежной полосы для организации тренировочного процесса. Этот вопрос обсуждается, уточнил мэр Анапы. Олеся Давыдова, 39 канал. Мэрия Анапы обвинила федеральный телеканал во лжи после сюжета о рабстве в детском лагере. Телеканал во вторник выпустил сюжет под названием «Колония летнего режима. Дети со всей России стали рабами под Анапой». В материале рассказывается о воспитанниках лагеря «Уралочка», родители которых пожаловали журналистам на невыносимые условия труда их детей. Так подростков заставляли работать чуть ли не сутки, а оплата была минимальной – 500 рублей за смену. После выхода резонансного материала с официальным заявлением выступила администрация Анапы. Мэрия обвинила телеканал РЕН-ТВ во лжи. Журналисты допустили грубейшую профессиональную ошибку. Пансионат находится не в Анапе, а в Темрюкском районе. Администрация Анапы официально заявляет, что материалы, предоставленные в видеоролике, никакого отношения к Анапе не имеют. Более того, подобные факты в детских лагерях курорта недопустимы. А журналистам стоит быть внимательнее при подготовке материалов, говорится в сообщении. Мертвым найден пропавший в Анапе 65-летний Валерий Макаров. Информацию о смерти мужчины сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Родственники забили тревогу, когда 19 августа мужчина не вернулся домой. Последний раз Валерия Макарова видели в курортном городе у парка джунгли, после чего он пропал. Более недели поиском бесследно исчезнувшего человека занимались его близкие и добровольцы. Сегодня стало известно, что разыскиваемого больше нет в живых. Причины его гибели не сообщаются. В Анапе утонул нигерийский студент из Ухты. На отдых он отправился вместе с супругой, которая на данный момент решает вопрос о транспортировке тела. В сентябре погибшему должно было исполниться 27 лет. 24 августа 2019 года в Анапе произошло трагическое событие – утонул уроженец Нигерии. Он был студентом Ухтинского государственного технического университета. По словам его однокурсников, погибший был жизнерадостным и отзывчивым человеком, который старался по возможности помогать своим друзьям. В Краснодарском крае величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года установлено в сумме 11 100 рублей на душу населения. Соответствующий приказ министра труда и социального развития региона Сергея Гаркуши опубликован на официальном сайте администрации края. В первом квартале текущего года средний прожиточный минимум в крае составлял 10 600 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения на Кубани во втором квартале 2019 года составил 12 000 рублей. Для детей 10 600 рублей, для пенсионеров 9 100 рублей. Говорится в приказе Краевого министерства. Величина прожиточного минимума в регионе устанавливается для оценки уровня жизни и оказания мер социальной поддержки незащищенным категориям населения. В Анапе в Центре культуры Родина состоится авторский благотворительный концерт о любви и о судьбе. Мероприятие приурочено к 65-летию со дня рождения основателя и бессменного руководителя благотворительного фонда «Патриоты России». Трижды лауреата гранта президента Российской Федерации заслуженного артиста Российской Федерации Анатолия Калекина. Концерт состоится 1 сентября 2019 года, начало в 16.00. Вход свободный. Морская форма хороша, мечтали в детство мы о ней. Но чтоб, поскольку была душа, но это все-таки важенеть. Оркестр Анапской детской музыкальной школы выступил на фестивале «Спасская башня детям». В мероприятии приняли участие более 1500 человек. Состязались оркестры и ансамбли барабанщиков, военно-патриотические клубы и молодежные центры из разных городов и регионов России, а также Узбекистана и Израиля. Звуки труб, барабаны, бой, торжественные марши и любимые эстрадные шлягеры звучали на Красной площади в Москве. Там состоялся смотр-конкурс юношеских духовых оркестров в рамках проекта «Спасская башня детям». Участниками военно-музыкального фестиваля в этом году стали 63 российских и международных детских коллектива. Более полутора тысяч человек. Состязались оркестры и ансамбли барабанщиков, военно-патриотические клубы и молодежные центры из разных городов и регионов России, а также Узбекистана и Израиля. Краснодарский край наряду с Новороссийском и Геленджиком впервые представляла Анапа. На фестивале выступил образцовый эстрадно-духовой оркестр детской музыкальной школы номер один, художественным руководителем и дирижером которого является педагог Константин Милешкин. Удостовериться в своих силах и дать стимул для участия в фестивале «Спасская башня детям» помог краевой конкурс, на котором коллектив занял первое место. Оркестр дружит с коллективом из Новороссийска, который тоже стал участником фестиваля в этом году. Две южные команды даже подготовили совместный номер для исполнения на Красной площади. Олеся Давыдова, 39 канал. Аналоговое вещание медиакомпании 39 канал не прекращается. Об этом заявил в ходе планерного заседания Госдумы заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин. В связи с переходом на цифру принято решение, что аналоговое вещание региональных телевизионных каналов не прекращается. Любой региональный телевизионный канал, который вещает в аналоге, может продолжать это делать и далее. Более того, принято решение о том, что срок действия лицензий продлевается, и поэтому действие на возможность вещания в аналоге становится бессрочным. Напомним, в текущем году Россия переходит от аналогового вещания к цифровому. Переход осуществляется поэтапно. Он начался в феврале и займет полгода с запуском сети цифрового вещания. Граждане Российской Федерации должны бесплатно получить набор из 20 каналов. А 39 канал по-прежнему будет работать в аналоге. Олеся Давыдова, 39 канал. Редакция всегда на связи со своими читателями. Вы можете отправлять свои предложения и пожелания в ответном письме. В ближайшее время сотрудники газеты смогут с вами связаться. Вы можете всегда оставаться с любимой газетой. Где бы вы ни находились, в другом городе или даже за границей, в вашем телефоне, ноутбуке, планшете, самые свежие новости, факты, политика, журналистские расследования, комментарии. Оставайтесь с любимой газетой. Далее прогноз погоды. В городских подробностях спонсоры прогноза погоды – радио «Шансон Анапа». Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Анапе – 5-81-18. В четверг, 29 августа, ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Влажность – 38%. Ветер подует с северо-востока со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 21 градус. На сегодня это все, о чем успели вам рассказать. Напоминаем, все новости и передачи 39-го канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальные информации, интересные события и факты. anapanews.com. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова